Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать такой эффект магической сферы. И давайте начнем с создания простенькой модели для этого эффекта. Для этого нужно добавить новый меш, цилиндр, выставить тут не NGON, а NOSING в настройках. Далее перейти в Edit Mode, с помощью клавиши Tab, выбрать вот эти верхние грани, нажать S0, опустить их вниз на минус 1, выбрать верхние грани. Вот так. И поднять вверх на единичку. Далее нужно нажать Ctrl-R и сделать вот тут разреж, чтобы текстура ложилась как можно ровнее на меш. И UV тут создалась резертка автоматически, вот как вы видите. Далее нужно просто нажать File, Export, FBX и вестать тут галочку Experimental, Abbey Transform. Теперь давайте создадим новый shader с помощью Amplify Shader Editor. Для этого проект достаточно создать новый shader Legacy Particle Alpha Blended. Вот так. И тут нужно сразу убрать вот этот ассе Inspector, но оно ненужное. И как вы видите, тут всего один выход Color цвет. Поэтому, чтобы добавить сюда и opacity, и цвет, нужно добавить Note Append. И сюда уже добавлять прозрачность и цвет. Добавлю сначала Vertex Color, чтобы была возможность изменять цвет в системе частиц. Вот так. И вот так. И вот сюда цвет. Теперь давайте добавим сюда какую-то текстуру. Sample Texture 2D. Сюда я добавлю текстуру Radiant. И давайте сначала создадим эту текстуру. Текстуру я, как обычно, создаю в фотошопе. Для этого нужно выбрать главный слой. И нажать на нажание градиента. И градиент тут нужно где-то вот такой. Вот. И снизу нужно его чуть-чуть закрасить, чтобы он вышел такой, как будто тут такая линия плавно идет. Сначала нужно сделать растеровать стиль слоя. И сделать вот что-то такое. Вот так. Думаю, нормально. И сохраните этот градиент. И понадобится еще один градиент. Вот примерно. Такой градиент. И так же его сохраните. А чтобы сэкономить память, я эти градиенты обрезаю. Вот так. Ну давайте я уже добавлю сюда текстуру градиента. И создам новый материал. Create Material. И создам для этого материала новую систему частиц. Вот так. Тут шайб можно включить. Emission можно выставить вместо 10 rate бурст одной частицы. Скорость пусть будет 0. Lifetime 5. И duration 1. И пусть будет сначала 2. И сюда нужно выставить меш, который мы создали в начале видео. Вот так. И этот меш нужно сделать рендерерным. Это ему local. И тут выставить 3D старсайдс. Dint to Constance. Вот так. Что без случайный угол поворота каждый раз. И сюда добавляем материал, который мы создали. Шайдер. Вот. Такая вот. Такой шоквей вышел. Теперь давайте подключим Custom Data и дадим возможность этому материалу двигаться. Где-то нужно добавить UV в текстуру координации. Выставить тут в настройках UV float 4. И выбрать вот референс вот эту текстуру. Текстур sample. Далее нужно добавить mask. Component mask. Вот так пропустить. Сюда только x и y. То есть красный и зеленый канал. Добавить вот так его. И сюда добавить через Append Vector. Vector 2. Значения V и T. Эти значения мы будем управлять с помощью Custom Data. И добавить это все в UV. Сохраняем все это. И подключаем сюда значения Custom Data Extreme. Добавляем сюда Custom XY. Потом переходим к Custom Data. Включаем вектор 2. И почему-то ничего не происходит. А вот. Вот так. Вторым значением можно двигать этот Shockwave. Видите? Вот так. Давайте еще сделаем так, чтобы по краям этот Shockwave уходил прозрачность. Для этого нужно создать новую текстуру. И добавить сюда второй градиент. Вот так. И добавить это все в Opacity. И выйдет вот такое. То есть по краям. А, материал я еще не выбрал. Вот. По краям этот эффект будет уходить в прозрачность. Вот так. Оп. Теперь смотрите. Когда текстура проходит полный круг. Вот единичка. Она не останавливается. То есть нужно значение чуть больше единички. Вот так. Но тут уже начинается... И начинает идти новый круг. И чтобы такого не было, нужно добавить сначала... Сделать вот такое. После нода Add добавляем нод Split. Чтобы разъединить два значения с вектора 2. И добавляем сюда нод Sale. Вот так. Сюда. И сюда. После этого нужно эти два нода добавить в нод If. Вот. Вот так. И вот так. И сюда добавить float значения. Пусть будет тут вот так 0. И тут будет 1. Единичку нужно добавить сюда. 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 И ноль только если значение А равно значению... Равно значению Б. Потом добавляем это все в нод Max. Max. Добавляем 1. Минус. И добавляем это все в прозрачность. Вот сюда. Хотя можно, наверное, и без этого. Вот так. И теперь смотрите. Вот когда этот круг делает полный вот такой, как сказать, полный свой, ну, момент движения, второй круг не появляется с другой стороны. То есть, видишь, вот такой эффект. Одна такая волна. И давайте я все же добавлю движения этому кругу с помощью кривой. Для этого вот тут нужно выбрать кругу. Вот это значение 1. И выставить кривую где-то вот отсюда вниз. И выше вот такой вот эффект. Можно выставить еще Duration 1, чтобы она более часто так появлялась, отогревая. То есть, этот шок в ее. Теперь давайте добавим искажения для этой волды. Для этого нужно создать новый Vector 4, чтобы можно было управлять скоростью с материала. Я вот заранее скопировал название. Добавляем это все в Append Vector 2. То есть, вот значение скорости так и так, чтобы можно было управлять с материала. Далее создаем новый нод Panner. Для движения текстуры. Вот подключаем это все в Speed. И добавляем сюда UV. В принципе, этого можно не делать, если вы не собираетесь изменять текстуру, которая будет подключаться от UV. Вот текстура. Назву я Noise. Вот так. И тут нужно выбрать вот эту текстуру Noise. Можно тут сделать заранее Float 4 и выставить UBSet 2, чтобы потом можно было использовать вот это значение V и T с Custom Data. Вот с этого второго окошка. И нужно это подключить через нод Add в главную текстуру. Вот так. И сюда нужно подключить не просто вот эту текстуру, а перемножить ее с вот этим значением, чтобы можно было изменять силу вот этой дисторции. Тут нужно сделать все так. Вот так. Вот так. И нажать сохранить. Сюда добавляем текстуру шума, которую у вас есть. Или сейчас я покажу, как сделать новую текстуру шума. Специально для этого Shockwave. Вот у меня есть уже такая текстура шума. Как ее сделать, я показывал еще вот в этом своем старом уроке. Можете открыть где-то вот. Вот трейм шума. Дерегу копей 10 минут. И тут я показываю, как сделать эту текстуру шума. В общем, сейчас я ее буду использовать. Ее я добавлю сюда в Noise. В принципе, то же самое нужно сделать и в материале. Вот так. И выставить, насколько сильно она будет искажать. Так, 33. А, и главную текстуру нужно сделать не Repeat, а Clump. Вот так. И получилась вот такая волна. Ну, можно добавить еще больше искажения. А, так как я тут выставил вторую uvset, float4, тут нужно еще добавить node uv2 и custom2xy. И теперь работают вот эти два значения custom даты. Вот они, v и t. Давайте еще добавлю еще больше искажения. Вот 0,4 или минус 0,4. Вот так будет. Вот, вышла вот такая вот, вот такой шоквейф искажения. Но давайте еще сделаем, чтобы он уходил в прозрачность, этот шоквейф. Вот как-то так. И в начале тоже был прозрачным. Ну, и можно изменить ему цвет на какой-то там синий. Вот. А чтобы этот шоквейф был ярче, можно добавить сюда, в мультиплай, например, какой-то float значение. Перемную на... Вот так. Emission. И пусть значение будет 4, вот так. И это все цвет мультиплай. Вот так. Теперь эта взрывная волна стала намного ярче. Можно сделать вот так, чуть меньше. Также хочу, чтобы под конец жизни эта волна... Это... Не, вообще, чтобы эта волна была как можно более темнее, поэтому... Ну, со световыми оттенками. И поэтому перед мультиплай я вот сюда добавлю вот такую группу нодов. Мультиплай. Вот так. И мультиплай я добавлю в значение вот это. Тут нужно создать... Register. Local.var. Тут будет T. И тут будет пусть... А, тут. Тут V и тут T. Вот так. И сюда... Мы добавляем это значение. Get local.var. Вот так. Тут нода. Subtract. О, нет, не Subtract, а... Как там? Saturate. Вот. Вот так и вот так, чтобы значение не выходило за пределы единички, не было артефактов. И теперь вот в значениях можно добавить вот прозрачность, видите? Можно сделать вот так, полностью такой. И сделать так, чтобы под конец жизни она становилась вот эта текстура более темной. Вот прям синий-синий. Можно дали вот даже вот такой темный цвет. Вот. Еще можно сделать так, чтобы текстура вот тут... Можно было изменить вот, насколько она прозрачная, ну не прозрачная, а значение power добавить. Сюда я добавлю, наверное, нод V, а сюда нод T. Вот так. А, вот, я же не подключил его. Теперь он должен работать над power. Два, три, четыре, девять. Вот как-то так можно делать эту взрывную волну немного уже. Ну, пусть будет значение... Еще же, значение один. И размер тут можно сделать побольше или оставить вот как-то так. И сюда можно добавить какую-то текстуру, которая похожа на флэйр. Вот так. Размер можно, в принципе, сделать больше. Вот так. И вставить, не знаю, на .2. Поворот, Start Rotation. Какой-то между двух значений. Вот такой, чтобы каждый раз оно менялось. И выставить цвет, как бы-то там синий. Вот. Сложим образом сюда можно добавить текстуру, вот такую черную. Но тогда вот это все нужно перенести на задний план. Например, шоквейн нужно перенести на вот 3 назад. И флэйр нужно перенести на значение Sorting Fudge 2 назад. И тогда черное будет по центру. Сюда также можно добавить вот какие-то искры. Вот показываю настройки этих искр. Какие-то лучи, чтобы разнообразить эффект. Эти лучи могут быть другого цвета. Вот у меня, видите, с оттенками зеленого. Какую-то еще волну. Как сделать вот эту волну. Видите, такой ветерок. Я показывал, как раз таки, в том уроке с магическим кругом. Ну и вот еще шоквейн еще большим искажением. Но только тут я выбрал другую текстуру. Вот такую. Просто палочки вот такие. И вышел вот такой эффект. На этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok